Теперь, когда мы объявили параметризованный класс, как нам работать с ним в программе? Конкретно у нашего optional конструктор приватный. Экземпляры должны создаваться через статические фабричные методы. Метод empty возвращает нам пустой optional, не содержащий ссылку на объект. Метод off возвращает нам optional, содержащий указанный объект. При этом аргумент не может быть null, иначе будет кинуто исключение. Off nullable возвращает нам optional, содержащий указанный объект, если там не null. А если null, то возвращается пустой optional. Компилятор видит, значение какого типа мы передаем в параметризованный фабричный метод. И отдает нам экземпляр optional, параметризованный этим типом. В данном случае string. В случае метода empty, который не принимает параметров, компилятор просто подгоняет возвращаемое значение к нужному типу. Если мы хотим получить из строчки, то есть string, экземпляр optional, параметризованный интерфейсом char-sequence, то надо явно указать на это компилятор. Вот таким образом. Иначе эта строчка бы не скомпилировалась, так как типы optional от char-sequence и optional от string несовместимы между собой. Подробнее об этом мы еще поговорим. Если бы конструктор optional был публичным, то экземпляр можно было бы создать вот так. Эти пустые скобочки называются diamond-оператор. Здесь можно было бы явно написать string. А можно этого не делать. И тогда компилятор сам в уме подставит сюда параметры, взятые из типа переменной, куда мы присваиваем значение. Diamond-оператор работает только вместе с new. Субтитры сделал DimaTorzok